То событие, которое именуется Благовещением, означает зачатие Иисуса Христа. Так начинается евангельская история. Впереди Рождество, бегство в Египет, искушение в пустыне, исцеление одержимых, тайное вечер и арест, распятие и воскресение. Благовещение Пресвятой Богородицы посвящено явлению Ангела Гавриила, Божией Матери будущей, и возвещению им Благой Вести, Благой – это значит Доброй Вести о рождении Христа, Спасителя, которого долгое время человечество ожидало, что придет Мессия, Спаситель, Избавитель человечества от греха, проклятия и смерти. И, наконец, эта Благая Весть была человечеству дана. Благовещение – важный праздник для всех конфессий. Его отмечают специальными церемониями, службами в храмах, торжественными процессиями. В западной традиции считается, что искупление греха Адама и Евы началось с зачатия Девой Марией, Сына Божьего Христа, о чем ей возвестил Архангел. Этот момент приходится на весеннее равноденствие, которое также является днем сотворения мира. В средние века в Европе от Благовещения вели отсчет Нового года. Первые изображения сцены Благовещения на картинах и иконах относятся к V веку. Это излюбленный сюжет средневекового и ренессансного искусства. В православном мире Благовещения отмечают 7 апреля. В Рязанском художественном музее хранится образец иконописи XV века с изображением сюжета. Перед вами икона, которая является, пожалуй, самой древней в нашей коллекции. Это икона конца XV-начала XVI века с изображением Благовещения. Икона написана мастерами московской школы. Как это легко определить? Дело в том, что как раз в начале XVI, в конце XV века в иконах московской школы удлиняются пропорции. Они становятся более изящными. Линия становится все более и более плавной. Мы еще не можем сказать, что она рафинированная совсем. Но вот эта особая лиричность образов, особенная успокоенность их, вовлечение созерцающего во внутреннее пространство иконы. Композиционное построение этой иконы тоже особое. Взгляд зрителя движется по кругу. От стрелы, знаменующей Бога Отца, взгляд направляется к силуэту Богородицы, по которому движется вниз, к стене. От стены мы переключаемся на Архангела Гавриила, чья ладонь вновь указует на Богородицу. Но внимание уже на ее лик. Эксперты считают, что икона принадлежит, с большой долей вероятности, либо школе, либо кругу Дионисия. Это заметно по тому самому отношению к созданию образа. Здесь нет конфликтности, которая была бы характерна, например, мастерам, ну, возможно, чуть более раннего периода. Особая успокоенность колорита, особенная гармоничность, глубина вишневого мафория Богородицы в сочетании с вот этим невероятным зеленым, который как драгоценный камень сверкает из-под мафория. Все это наталкивает исследователей на мысль о причастности не самого, конечно, Дионисия, но художников его круга. В народе с праздником Благовещения связаны свои приметы и обычаи. Мудрость гласит, что в этот день девка косу не плетет, а птица гнезда не вьет. Есть связанная с праздником красивая традиция – выпускать птиц в этот день. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».